Привет, дорогие! На прошлом уроке мы разрушали печати, но хочется прямо сейчас сделать одно добавление. Некоторые из нас были запечатлены демоническими печатями, но некоторые печати, которые мы имели как часть нашего звания, призвания и избрания, были отданы нами для того, чтобы тьма могла использовать их. Иногда мы разбрасывались своими полномочиями и своими способностями, и даже в определенных греховных актах, где была греховная транзакция, мы пренебрегали и отдавали их. И я предлагаю, чтобы мы также сейчас в начале этой сессии совершили молитву, Но перед этим давайте посмотрим на одно местописание. Бытие, 38 глава, 18 стих. Бытие, 38 глава, 18 стих. Смотрите, первая глава. «В то время Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного Адаламитянина, которым имя Хира. И увидел там Иуда дочь одного хананиянина, которым имя Шуа, и взял ее и вошел к ней». Видите, хвала Иуда в то время отошла от братьев, не пребывала в единстве, в согласии с братьями. Видите, есть определенные вещи, как хвала, молитва, какие-то вещи в нашей жизни, через которые мы можем соединяться с тем, с кем не надо, и совершать неправильные вещи, недолжные, которые надлежит делать. «Она зачала и родила сына, и он нарек ему имя Ир. И зачала опять и родила сына, и нарекла ему имя Анан. И еще родила сына, и нарекла им имя Шела. И взял Иуда жену Иру, первенцу своему, имя Ифамарь. Ир, первенец Иудин, был неугоден перед очами Господа, и умертвил его Господь». Иногда мы используем какие-то вещи, которые нам дает Господь. Не для Него, а для чего-то другого. Это похоже на духовное прелюбодеяние, и это есть духовное прелюбодеяние, духовная проституция. И рождаемое через неверность духовную, духовную проституцию, оно неугодно Господу. И он умерщвляет это. «Увидел Иуда, 15 глава, стих, и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое». Кто закрыла лицо свое? Фомарь. И она переоделась, стала как проститутка, закрылась и сидела на дороге. Потому что Шела вырос, и по обетованию должен был принадлежать ей. Но она не была дана ему в жены. То есть была совершена Иудой определенная несправедливость. Представляете, чего может натворить хвала, которая не адресована Богу. Увидел ее Иуда и почел ее заблудницу, потому что она закрыла лицо свое. Он поворотил к ней и сказал, «Войду к тебе». Ведь у него была проблема с похотью у Иуды. Хвала может быть очень похотлива. Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлюшь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая в руке твоей». И дал он ей, и вошел к ней, и она зачала от него. И она использовала его причиндалы против него же самого. 25 стих. «Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему, «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала, «Узнавай, чья это печать, и перевязь, и трость». Видите, как она использовала его собственные, личные, идентификационные вещи в своих интересах. Хотя да, неправда была сделана с ней. Иуда узнал и сказал, «Она правее меня, потому что я не дала и шела сына моему, и не познавала ее более». «Я раскаиваюсь перед тобой, Отец, за то, что то, что ты верил мне и то, что ты дал мне как часть призвания, дары, помазания, способности. Ту же хвалу, ту же молитву, тот же пост, те же печати, которые я имел в своем распоряжении, но которые я использовал не по назначению. И совершал духовный блуд в духовной сфере. и давал в залог духовным силам тьмы свое, которое они потом могли использовать против меня. Я раскаиваюсь об этом, Господь, и отрекаюсь от этого. И повелеваю именем Иешоха Машияха тем силам тьмы, которые еще имеют часть того, что им дал в залог, возвратить обратно мне. Это и не удерживать больше. Имени мои Шуа Машиях. И это возвращенное я опять посвящаю тому, ибо оно для того, кому принадлежит и от кого оно и зашло. Тебе, Господь, чтобы то, что Ты мне дал и снабдил меня, могло служить для Твоей славы, для хвалы Тебе и поклонения Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, дорогие. Итак, 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих. 2 Тимофея, 2 глава, 19 стих. Но твердое основание Божие стоит. И на этом основании есть печать. Имея печать сию, познал Господь своих. И да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Господь, я стою на твердом Твоем основании и Твое твердое основание стоит во мне. И я имею эту печать. Познал Господь своих. Познал Господь меня как своего. И да отступлю я от всякой неправды, ибо исповедую имя Господа. на нас есть печать священства, что есть святыня Господня. На нас есть печать Бога живого на челах наших. На наших челах есть знак, и мы запечатлены Тав, крестом Господа Иисуса Христа. На нас есть печать служения, которое Господь дал нам. Первое Коринфянам, девятая глава, второй стих. «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». На ком-то печать апостольства, на ком-то печать пророческая. Песня Песней, восьмая глава, шестой стих. Песня Песней, восьмая глава, шестой стих. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Огненная печать любви нашего Господа на нашем сердце. Огненная печать любви нашего Господа, как перстень на руке нашей. Печать посвящения она на нас. Царская печать также на нас, как на царственном священстве. И мы скреплены печатью царя, печатью власти, печатью владычества, печатью силы. Печать силы – это печать дюнамис, печать Святого Духа. Она также на нас. Печать рабов любви любви. Она на нас. Печать слуги Божьего на нас. Печать друга Божьего на нас. Печать ученика Иисуса Христа. Она на нас. Печать откровения откровения. Она на нас. Духом премудрости откровения. Семь печатей семи духов Божьих. Они на нашем чле. Печать как сонаследников Христовых. Печать наследства Божьего. Она на нас. Наследие святых. Богатство святых. Печать. Она на нас. Иув 9 глава 7 стих. Иув 9 глава 7 стих. Скажет солнцу и не взойдет и на звезды налагает печать. Печать. Печать звезды утренней ранней Христа на нас. И мы как звезды, которые сияют на небосклоне, как духовное наследие, также запечатаны светом, чтобы сиять и высвобождать ту славу, которую Господь дает нам. Печать славы она на нас. Печать Царства Божьего на нас. Печать небесного Иерусалима и Сиона духовного она на нас. Иов 37 глава 7 стих. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали его дело. Печать знания его дел она на нашей руке. Агей 2 23 Пророк Агей 2 23 В тот день говорит Господь Савов Я возьму тебя Зарававель сын Салафиилев раб мой говорит Господь и буду держать тебя как печать ибо я избрал тебя говорит Господь Савов мы являемся печатью Божьей и печать эту Господь держит в руке своей потому что мы избранники Божьи печать его избрание мы и он держит нас римлянам 4 11 римлянам 4 11 из знака обрезания он получил как печать праведности через веру на нас печать праведности потому что мы верой приняли праведность Иисуса Христа на нас печать святости на нас печать чистоты на нас печать духа силы любви и самообладания на нас печать плода духа в девяти ее измерениях мы запечатлены как победители мы запечатлены больше чем победители печать Божьего совершенства 7 7 7 она на нашем внутреннем человеке на нашем новом человеке на нас как новое творение не 666 а 777 дьявол через зверя запечатывает своих 666 мы запечатаны 777 совершенством Божьим на нас печать воскресения Божьего 888 печать нового начала на нас печать завета Божьего на нас огненная печать и мы запечатаны кровью Агнца кровью Иисуса Христа И пусть все эти печати и другие которые не названы станут откровением и проявятся как манифестация в нашей жизни каждый день для славы Божьей мы запечатаны как свиток для Иисуса Христа и он постепенно снимает печати целей и предназначений Божьих и постепенно больше и больше открывает нас кто мы есть им в нем кем он предназначил нам быть и как он видит нас и мы больше и больше входим в свое предназначение пусть придет откровение печати и манифестация демонстрации проявления Божьих благословенных печатей которыми запечатан наш дух душа и тело пусть они работают и действуют в сфере духа и в сфере физической благословений всем вам аминь демонстрации